Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить вкуснейшую рыбку. Она получается нежная, сочная. Также в дополнение к ней мы приготовим сливочный икорный соус. У меня сегодня два кусочка семги, но можно взять любую красную рыбу, даже горбушу. Для соуса мне понадобится красная икра, всего две столовые ложки и 200 миллилитров сливок. Лучше взять сливки для соуса, но подойдут любые. В ступке я измельчу пол ложки соли, я взяла морскую, и пол ложки черного перца. Этой смесью нужно будет присыпать кусочки нашей рыбки. Я их помыла и промокнула хорошо салфеткой. Теперь с двух сторон их посыплю посолочной смесью. И еще нам понадобится в этом рецепте лимон или лайм. Я сегодня буду использовать лимон, порежу его тонкими пластиночками. Укладываю рыбку на фольгу, а сверху укладываю ломтики лимона. Если нет под рукой фольги, то также можно воспользоваться просто каким-то противнем, разложить рыбку и запечь. Запекать ее можно как в духовке, так и в любом гриле. Можно в аэрогриле, в контактном гриле, как я сегодня буду делать, или даже в мультиварке на режиме выпечка. Я выбираю температуру 180 градусов и буду готовить 15 минут. После того, как гриль, конечно, нагреется, я укладываю кусочки. А пока они жарятся, мы сделаем соус. Для этого нам понадобится 200 миллилитров сливок. У меня сливки жирностью 22 процента, но подойдут любые сливки, можно даже 30 процентные. Провариваю их буквально 10 минут на очень медленном подогреве. Для этого отлично подходит водяная баня. Когда сливки остыли слегка, ввожу икру. Этот соус придает идеальный вкус любой рыбе. Даже если вы возьмете горбушу, которая сухая, и польете этим соусом, вы ее просто не узнаете. Рыбка у меня готова. Убираю ломтики лимона. И теперь можно перекладывать на тарелку, поливать соусом и наслаждаться очень вкусной рыбой. А я желаю всем приятного аппетита. Всего самого доброго. Попробуйте приготовьте такую рыбку. Я думаю, она вам очень понравится. До новой встречи, до нового видео рецепта. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, ставьте лайки.